Всем привет дорогие друзья, сегодня вот в таком военно-полевом формате, что ли, вот так бы я это назвал, ну так получилось, поэтому заранее прошу прощения, хотя с другой стороны некоторые из вас мне пишут периодически, что вот этот вот лайфстайл им нравится даже больше, поэтому думаю, что не всех разочарую, ну и мы начинаем. Субтитры делал DimaTorzok С Мартом почти на 3% и составило, вот сейчас держитесь за что-нибудь, 71 204 рубля Чего, б***ь? На самом деле, вы знаете, у меня примерно такая же реакция была, потому что я не понимаю, откуда ребятишки берут вот эти вот цифры, 70 тысяч рублей Мне кажется, что 70 тысяч рублей, даже по московским меркам, это сегодня такая довольно неплохая зарплата и получают такую зарплату не так много людей, повторюсь, даже по московским меркам про регион это и вовсе говорить не приходится, ну дабы не быть голословным, это же легко проверяется. Почему-то ребята из Росстата забыли вообще о существовании интернета, существовании века высоких технологий, ну вот я зашел, не поленился, заглянул на сайт работа.ру, ну вот в частности, тут даже по регионам все разбито, вот вакансии в Екатеринбурге. Бухгалтер от 60 тысяч рублей, причем надо понимать, что бухгалтер это высоко квалифицированный специалист, считается, да, и таким специалистам платят, в общем, хорошо, ну вот 60 тысяч рублей. Менеджер по работе с клиентами от 40, менеджер по работе с клиентами 30-45, менеджер маркетплейса 80-105, ну от 80. Начинающий специалист по заявкам 34-40, ну и дальше оператор колл-центра от 43, то есть, и вот здесь продавец в магазин техники МТС 40-52, и вот можно продолжать вот это вот все вечно. То есть, вы сами видите, вот эти, и сами ходите, устраиваетесь на работу, вы сами знаете, да, какие зарплаты реально предлагаются, и мы все прекрасно понимаем, что, во-первых, зарплаты, которые указаны на сайте работа.ру, это еще до вычета налогов, минус 13% еще надо сделать из этой суммы, вот то, что вы получите на руки. И потом, я говорю, меня всегда умиляет вот эта вот вилка от 40-го там до 105-ти, где одну из таких вакансий зачитал, мы же прекрасно понимаем, о чем речь. Речь идет о так называемом проценте. То есть, это люди есть какая-то фиксированная, у них какой-то окладик небольшой 10, там может быть 15-20 тысяч, все остальное, принцип как потопаешь, так и полопаешь. И для того, чтобы получать, да, верхнюю часть, максимальную часть из этой вилки, ну, это, во-первых, и нереально, хотя бы среднюю даже, это нужно иметь, во-первых, опыт, серьезный опыт, нужно иметь какую-то клиентскую базу, наработанную клиентскую базу, да, нужен какой-то фактор везения, в конце концов. Ну, если нельзя прийти, то вы же все понимаете, когда вам говорят от 40 до 100, ты понимаешь, что ты и 40-то получать не будешь. О, 10 центов, хм, знаешь, что это значит? Я увольняюсь, и я собственный отель открою. Поэтому, вот и все эти сказки про 71 тысячу, понятно, что это усредненный показатель, понятно, кому он нужен, он нужен чиновникам, для того, чтобы пойти и где-то там наверху отчитаться. Вот, смотрите, у нас вот средняя зарплата, это 71 тысяча рубля, в реале, ну, мы же знаем, как считают. Посчитали продавец в магазине по региону, как средняя температура по больнице, получает 20 тысяч, а депутат 500. Вот они посчитали среднюю, вот она 71 тысяча рублей получилась. Там какой-нибудь полицейский стол, вот те 70 тысяч рублей вырисовалось, на самом деле, какие-то серьезные, более-менее зарплаты, вот которые они называют средними, получают очень-очень маленький процент людей. Все остальные, как сидели на 20-30 тысячах, так и продолжают сидеть, поэтому все эти сказки, не, ну, можно, конечно, в них верить сколько угодно, но я просто жду, когда народ-то проснется, потому что уже смеяться над этим Росстатом надоело. Еще раз, средняя по больнице, средние, все вот эти данные вам даются для красоты, а вообще они идут для отчетов на самый верх, и к вам, к нам это никакого отношения не имеет. Это реальная журналистика, поехали! А у нас, господа, новый антирекорд рубль опять посыпался, все это началось в минувшую субботу и продолжается вот в пятницу. Антирекорд случился во время открытия торгов, доллар скакнул выше 88 рублей, евро выше 96, хотя банки уже вот на момент записи этой программы, во всяком случае, сейчас заходил в интернет-банкинг тех банков, услугами которых я пользуюсь, евро продают уже дороже 101 доллар, 97 плюс, вот банки, по крайней мере, такой ценник предлагают. Кто-то, наверное, сейчас опять скажет, скажет, ребят, ну чего вы все с этим долларом, чего вы все с этим евро, ну мы же живем в России, это рублевая зона, задолбали вы! Причем тут доллар, причем тут евро, причем зачем? Да, ребят, ну все очень просто, потому что экономика России, она живет не сама по себе, экономика России, она встроена в мировую экономику. И мы не можем работать обособленно. Она не может жить, экономика сама по себе, то есть, грубо говоря, ее нужно рассматривать как орган единого большого организма. Ну вот так вот в 21 веке устроена мировая экономика. В Советском Союзе мы могли жить относительно обособленно и то. В Советском Союзе, он Советский Союз полностью сам себя не обеспечивал. То есть, не было предприятий полного цикла, совсем полного. Мы все равно так или иначе в каких-то моментах зависели от мировых рынков. Это был Советский Союз, там экономика намного мощнее была. Да, сегодня мы просто интегрировались в иностранную экономику, причем настолько глубоко, что многие специалисты говорят, для того, чтобы нам сейчас создать что-то свое, по любым направлениям понадобится минимум 10-15 лет. О чем речь? Речь о том, что даже если пофантазировать и представить, что завтра министром ключевого ведомства, министром экономики, поставят кристально честного человека, который действительно будет заинтересован в развитии этой самой экономики, который действительно будет заниматься вот этим импортозамещением не на бумаге, а по-настоящему потребуется 10-15 лет. Все эти годы мы будем продолжать оставаться импортозависимыми по многим позициям. Поэтому так важен курс иностранных валют. Мы даже слово придумали, дронострой, значит, для вот такой, дронострой. Ну, чтобы не было, значит, да, непонятные слова, там, бас, БПЛА, как бы не звучит. А дрон, поняли, что это хорошее русское слово, дрон, дрын, конница, дронница. Вот. Ну, оно входит в русский язык. Ну, дрон и дрын, это, по-моему, все-таки разные вещи. Что это за слово? Чтобы не говорили всякие там сечины о том, что, ай, там не только сечины, вообще многие доллар скоро отменят, вообще вот никому не нужен, а рубль – это крепкая валюта, она ресурсообеспеченная. Предлагаю послушать этот анекдот. Рубль, как одна из самых ресурсообеспеченных валют, но есть, как минимум, две проблемы. Это геополитическое давление со стороны действующего гегемона и риски, связанное с отсутствием таргетирования курса рубля, что не позволяет ему обеспечивать трансграничное аккредитование, препятствует превращению рубля в региональную расчетную систему. Вот это прикол! Ну, ладно, посмеялись и будет, к этому, конечно, мы еще вернемся чуть позже. Ну, а давайте начнем, порассуждаем немножко, что на самом деле произошло и почему начала наша экономика падать. А произошла прошлая суббота. Вот этот вот неметеж Пригожина, который показал, продемонстрировал всему миру, что в России закончилась эпоха той самой хваленой стабильности, потому что в любую секунду какой-нибудь вооруженный мужик с группой таких же других вооруженных мужиков из какого-нибудь ЧВК Колобок может захватить миллионный город, может объявить, что он пошел на Москву и вот этот в благо остановился, а какой-нибудь другой пойдет госпереворот делать. Или, не дай бог, развяжет гражданскую войну. Начнется полный привет и, конечно же, это в первую очередь ударит по инвесторам. То есть государство при таком раскладе никаким иностранным инвесторам не даст никаких гарантий, что их деньги будут в целости и сохранности. Поэтому что произошло? Минувшую субботу все наблюдали, как акции российских компаний падали в цене. Почему? Потому что иностранные идеи, инвесторы выдергивали оттуда свои деньги, грубо говоря, скидывали эти акции, продавали их. Вот и все. Вот что случилось. И вкладываться обратно в наши акции, в нашу экономику никто не хочет. Повторюсь, экономика такая штука, ее сказки не из телевизора не убедишь. Дорогая экономика, у нас тут все стабильно, Владимир Владимирович пообещал, экономика работает либо вперед, либо назад. Когда в экономику вкладываются деньги, экономика растет. Когда инвесторы покупают вот эти самые пресловутые акции российских компаний. Когда выдергиваются деньги из экономики, экономика сжимается, экономика падает. Вот и все. Да, конечно, сейчас правительство и Центробанк наверняка делают все, чтобы остановить падение этих акций. Но как они это делают? Они его останавливают искусственно. То есть, сами же у себя за бюджетные деньги покупают эти акции. По сути, купили сами у себя. То есть, из одного кармана переложили деньги в другую. То есть, в экономику эти деньги не ушли. Ну да, где-то остановили временный рост по этим акциям, где создали иллюзию, что нет, мы пока держимся, мы пока еще барахтаемся. Но в реале-то это не так. Повторюсь, и люди с деньгами, в том числе из дружественной Китая, из дружественной Индии, которые могли бы выступать иностранными инвесторами, сегодня смотрят и говорят, не-не-не, давайте-ка мы подождем. Вот когда будет понятно, что у них там действительно все наладилось, что у них там все хорошо, вот тогда мы, возможно, и действительно продолжим вкладываться в эти российские компании, строить какие-то совместные планы и бла-бла-бла. Но там же беда-то ведь еще случилась. Еще одна. Всему миру продемонстрировали, что в России не только нет уверенности в завтрашнем дне, но в России теперь не работают и законы. То есть, с законом в России подтерлись, я в минувшем выпуске, в прошлом выпуске это показывал, это не я придумал, об этом заявил никто-нибудь. А госпожа Симоньян, если кто-то думает, ну и кто такая Симоньян? Так вы знаете, вот должность Симоньян, она, ну, наверное, сопоставима с уровнем какой-то министерской должности, потому что это не просто балабок, это глава крупнейшего медиахолдинга страны, государственного медиахолдинга. И заявление она свое сделала в эфире крупнейшей государственной телерадиокомпании. Кто забыл, я напомню, сказала буквально следующее. Закон это не заповеди Божьи, поэтому, ну, законом, если вдруг очень хочется, можно тупо подтереться. Сейчас много обсуждают, ну как же так, завели уголовное дело, а потом отпустили, вот уехал в Белоруссию, это же насмешка над юридическими нормами. Я просто хочу напомнить, что юридические нормы, это не заповеди Христовы, и не скрижали Моисеевы. Юридические нормы пишут люди. Люди пишут юридические нормы для того, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных, критических случаях получается так, что юридические нормы перестают выполнять свою функцию защиты правопорядка и стабильности, а, ну, выполняют функцию же обратную, то они идут лесом, эти юридические нормы. Я работаю над... Ну, вот оно. Приплыли, приехали, что называется, и это тоже работает в минус России. Нормальные думающие люди обратили на это внимание. Нормальные думающие люди поняли, что, блин, у них еще и закон не работает. Мало того, что не поймешь, что творится, еще и закон не работает. Да нафига, козе боят, больше скажу. Ведь не только иностранные инвесторы, наши с вами соотечественники, люди, которые живут здесь, в России, у которых были накопления какие-то. А такие люди тоже есть. Они их хранили действительно там в заберегательном банке где-то еще. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. И вот эти люди ведь тоже, они увидели, что происходит, и они поняли, что нет, тут надо держать в ухо востро, и вообще желательно все эти свои сбережения, которые есть, держать подальше от нашего непредсказуемого государства, от их грязных лап, чтобы не отобрали. Потому что все, законы-то у нас отменили, поэтому где гарантии? Что завтра, где-то что-то пойдет не так, и под предлогом того, что вот СВО, например, пошла не по плану, не заморозят все вот накопления всех наших соотечественников. Ну там не полностью все, а скажем, выше какой-то определенной суммы. Например, больше 50 тысяч рублей, вот 50 тысяч мы оставляем тебе, а время сейчас тяжелое, остальное мы у тебя замораживаем на неопределенный срок и забираем как бы в пользование. Вот, потому что надо вот Родине сегодня помочь, тем более, что эти разговоры идут давно, больше года назад. А кто-то из министров профильных ведомств, могу ошибиться, заявляли о том, что у людей на счетах, у россиян на счетах, года два назад это было, лежат суммы, превышающие 30 триллионов рублей, превышающие годовой бюджет страны. У кого-то на дебетовых, у кого-то на накопительных, у кого-то на сберегательных, но это вот лежат деньги, на которые ребятишки давно облизываются. И те, у кого действительно есть что терять, я думаю, они задумались, и они как бы прикинут, что в любую секунду тебя просто могут взять все это, заморозить, отжать, поэтому, ну и вон нафиг, я все это дело пока сниму, подальше от лап нашего государства положу, буду хранить в банке, но в стеклянной банке и дома под подушкой. Поэтому, ну что я могу сказать, поздравляю нас, у нас рубль сейчас продолжит обесцениваться, и выхода я пока не вижу из ситуации. По-моему, для малышей есть такой мультик «Мусорная жаба», да, когда там что-то выращивают, используют мусор, жаба это мусор поедает, и потом что-то выращивает. Дело очень хорошее. Жаба молодец, она на нашей стороне. Ладно, все, спасибо, что выслушали, это была реальная журналистика сегодня, и вот так, подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду, напоминаю, во ВКонтакте в Однокласснике через VPN, на остальные площадки без ограничений. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим, а я за всем спешу откланяться, пока. Пока!